Настя, может поужинаем где-нибудь сегодня? Нет, Настя, я сегодня не планировала вечернюю трапезу, но надо же хоть как-то следить за своей фигурой То есть ты думаешь, если ты сегодня откажешься от ужина со мной, то это добавит тебе силы и отнимет лишние сантиметры в талии? Ну вообще-то да, думаем О, как ты ошибаешься Здравствуйте, это программа Настя, давай, где я, Настя? И я, Настя На один день меняем профессию журналиста И в этот раз мы решили заняться самым больным женским вопросом, лишними килограммами Кстати, Настя, вот буквально вчера встретила одну свою очень старую добрую приятельницу Я не видела ее порядка 4-5 месяцев и она растаяла на глазах И женщин с аппетитными формами она превратилась в хрупкую девушку Это липосакция или волшебство какое-то? Я выведала у нее все секреты и хочу сказать, что даже при мне она уплетала кусок торта А секрет оказался просто, это клиника доктора Барменталь, туда мы и отправились Субтитры сделал DimaTorzok Настя, раньше я считала, что в центре доктора Барменталь просто говорят, что можно есть, а что нельзя То есть составлять своеобразную диету Но, как оказалось, с клиентами работает целый штат сотрудников специалистов Это и диетологи в первую очередь, косметологи, фитнес-тренеры, психотерапевты, эндокринологи С того момента, как клиент переступил порог в клинике доктора Барменталь, его тут же отправляют на комплексное обследование А я думаю, нам пора уже всем познакомиться Это Оксана, пациентка клиники доктора Барменталь Сюда она вот только-только буквально зашла Цель ее понятна, похудеть Наша съемочная группа будет сопровождать Оксану везде И первая остановка, куда мы пройдем, это кабинет врача Здравствуйте Присажайтесь, пожалуйста Ольга Анатольевна, давайте с вами познакомимся Это врач-эндокринолог клиники доктора Барменталь, которая делает первичный осмотр пациентки Оксаны Вот давайте начнем, а я просто поприсутствую и послушаю, какой же диагноз Постарайтесь быть эндокринологом 100, да? Да, совершенно правильно 100 сантиметров А критический объем талии? Нормальный, нормальный объем талии для женщины должен быть не более 80 120, 80 Это большое для пациентки давление, оно волнуется И следующий обязательный пункт при первичном осмотре – это эпидансометрия То есть мы должны выявить индекс массы тела пациента И узнать, какого содержания воды и жира в самом организме Индекс массы тела превышен Жира в организме больше, чем полагается И жидкости тоже И жидкости тоже Настя, стремительно худеть – это, конечно, здорово, но нужно помнить, что во время потери веса желательно садить за упругостью своей кожи И тут далеко ходить не надо, потому что в центре доктора Барменталь есть вся какая только может быть в этой области косметика Мы находимся в кабинете косметологии центра доктор Барменталь Наш доктор-косметолог Светлана и модель Мария Светлана, с чего мы начнем сегодня? Настя, мы сегодня будем показывать рефлифтинг Наша модель Мария И мы начнем, как обычно, с дымакияжа Мы продолжаем, правильно? Да, мы продолжаем Мы очистили молочком Дальше мы производим тонизацию Давайте, вам нужна помощь? Да, мне нужна помощь Светлана, и самое главное, как я понимаю, сейчас нужно нанести гид Правильно, для самой процедуры Правильно, нанести гель Но перед этим мы нанесем увлажняющий гель Алоэ Вера Для более глубокого увлажнения Это у нас проводной гель, специально для ультразвука Наносим на всю область лица А теперь, Светлана, расскажите, каким аппаратом мы будем сейчас работать Так, аппарат, это рефлифтинг Это ультразвуковая волна, низкочастотная Как она действует Создает вибрацию молекул в тканях кожи Что нагревает ткани Нагревая ткани, происходит резкое сокращение растянутой коллагеновой ткани Первой процедурой мы можем видеть эффект Да, и на молодой коже это очень сильно видно Сразу требуется меньше процедур На более возрастной разглаживаются мелкие морщинки И выравниваются более глубокие заломы Нужен несколько сеансов, это курс Настя, ну может куда-нибудь заскочим на чашку кофе с вкусным десертом? Нет, Настя, мы твердо решили правильно питаться Ну ты что, забыла, что клиника доктора Барментали это худение без запретов? Ты можешь баловать себя чем угодно и всегда оставаться в форме Вот смотри Итак, на завтрак мы в любом случае должны, проснувшись, позавтракать кашей Правильно Дальше часов около 10 утра мы должны обязательно перекусить И это должны быть фрукты, правильно? Желательно, чтобы эти... Желательно фрукты, дальше фрукты Следующий большой прием пищи это обед Обед это суп Это суп Или... Это мясо и это гарнир То есть фактически два блюда, и горячее, и второе, да? Да, обязательно Да, дальше Ну в районе 4 часов мы можем съесть там вареные яйца или какой-то салат То есть дальше мы, опять же, перекус, который не такой большой по объему, как обед, но все же перекус В районе 6 часов мы можем съесть овощной салатик То есть 6 часов это, опять же, перекус, это тоже какой-то салат И... На вечер мы можем выпить кефира, мы можем скушать гарнир с мясом или кусочек рыбы И, конечно же, десерт И, конечно же, десерт, это, может быть, пирожные, печенье, все, что душе угодно Ограничивать себе абсолютно не надо, то есть и держать в каких-то жестких рамках Главное соблюдать правильно рацион дня и размеры, и объем съеденной пищи Мы можем ограничивать себя только по объему Вот если все-таки ты сорвался, ты не смог придержаться системы Там случился день рождения, свадьба или что-то, что-то, что-то Как жить дальше? На следующий день начинать все заново, как будто бы ничего не произошло И свадьбы, и дни рождения, они предусмотрены Главное, чтобы человек себя не ругал за то, что он сорвался, за то, что он съел больше А наоборот сказал, прекрасно, я чуть больше удовольствия себе доставил И тогда очень легко будет на следующий день вернуться в свой коридор калорийности Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова